Субтитры делал DimaTorzok У меня был период в жизни лет 10 назад, когда я пробовал вообще все Нет, я хочу, и я буду, и я сделаю Вот это дух предприниматель Три основных прорыва в компании Сетевая модель, связанная с терминалами Появление кшелька, IPO Таких людей, как Сергей, в стране должно быть больше Их должно быть много Добрый день, мы в гостях у Сергея Солонина в компании Kiwi Будем сейчас смотреть вообще, как выстроен его бизнес Потом поедем в Rocket, потом посмотрим Universal University Это его новое направление, в котором он является акционером Хочется начать, Сергей, с того, чтобы познакомить вас с нашей аудиторией С аудиторией канала Люди Дела Познакомить их с вами Чуть больше расспросить по поводу того, как вы строили свой бизнес Kiwi на сегодняшний день 17,2 миллиона кошельков Как люди дошли до такого, чтобы доверить вам свои деньги В таком большом количестве? В чем уникальная ценность Kiwi? Вы были первыми, то есть как вообще это произошло? Слушайте, ну Kiwi просто везде находится Находится, потому что Kiwi исходно стартовала с терминала самообслуживания Было это в дремучем 2003-2004 году И основная ценность была в том, что мы просто были везде рядом Продвинули тему терминальную, оказались везде-везде-везде Потом, когда появился кошелек и возможность оплачивать Там десятки тысяч провайдеров по всему миру Тогда, в общем, это сработало То есть это наше присутствие, наш охват С одной стороны, оценили поставщики услуг То есть мы первые заключали контракты с Фейсбуком Первые заключали контракты с крупными международными игроками У нас был огромный охват То есть у нас было там 250 тысяч точек приема платежей по стране Что было больше, чем у, не знаю, Сбербанка, Почта России и еще кого-то То есть вот большой-большой охват Это новая модель Когда мы не были владельцами терминалов Мы, собственно, были только платежной системой, процессингом Наверное, этот элемент был основной для того, чтобы бизнес стартанул Если говорить про тех, кто ставили платежные терминалы То есть это тогда стало таким бизнесом, как вендинговые машины, можно сказать Для многих магазинов и маленьких торговых точек это стало каким-то лид-магнитом И услуга локомотив То, что помимо того, что можно купить в ларьке или в маленьком магазине Супермаркете у дома продукты Он может там заодно и сделать, пополнить там счет своего телефона Оплатить ЖКХ И поэтому всем было очень интересно, чтобы у них это было Потому что это была дополнительная причина, почему покупатели именно в этот магазин ходили Да, это так Что вы сделали для того, чтобы так сильно расплодились терминалы? То есть как вы создали эту сеть агентов? Вот эта модель, конечно, раньше до нас терминалы тоже существовали Был AlexNet, то есть были еще некоторые сетки, которые сами владели терминалом То есть им надо было нанимать штат, который ищет точки Покупать железо самостоятельно, ставить на эти точки, обслуживать, ингассировать и так далее То есть были модели вертикальные А в Киеве была компания, которая сделала модели сетевые То есть, грубо говоря, держа определенный IT Ты мог как агент, как дистрибьютор этого сервиса прийти в Киеве, заключить контракт И под собой нанять еще огромное количество таких же агентов То есть вот такая мультиуровневая, что ли, система была В этом был безусловный плюс Плюс был скорость распространения Вообще заинтересованность бизнеса Отсутствие риска, наверное, дополнительного И вообще способность масштабироваться Сетевые системы очень быстро масштабируются, легко Первая платформа То есть зашел интернет Очень мощно То есть людям стало понятно, что есть интернет То, что появились мобильные телефоны в том числе То есть вообще они популяризировались Как раз в 2003 год, можно сказать, тогда был бум мобильной связи Если говорить про интернет Развитие интернета Вы связали главный тренд развития интернета с финансами Сейчас это какое-то количество времени работало То есть и вот последнее время У вас есть новые, 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 новые прорывы За все это время работы Можете выделить вот каких-то таких Три основных прорыва в компании Вот как вы лично для себя считаете с момента основания? С момента основания Ну, наверное, номер один Это интересно всегда просто посмотреть со стороны Ну да, но номер один была вот эта сетевая модель Связанная с терминалами Мы действительно решали тогда серьезную проблему Платежей, потому что на тот момент Ну, еще были либо походы в офис То есть тебе надо было идти в офис со сотого оператора Либо тебе надо было покупать Ну, какую-то скретч-карту С дикой наценкой по какому-то совершенно невыгодному курсу И мы решали эту проблему Терминал, в общем, ее решил Плюс еще наложили сетевую модель взаимодействия То есть это был такой прорыв Действительно, мы очень быстро тогда выросли И это, наверное, был номер один Были люди, которые прям миллионерами стали От того, что они пошли и начали терминал Да, да, конечно Кто сейчас до сих пор может сказать Курит бамбук спокойно Ну я вот не знаю насчет сейчас Кто курит бамбук Я просто не так часто общаюсь Да, я понимаю, понимаю Вот, а в тот момент были ребята, которые там, я не знаю, у них была палатка шоумы Там и занимались, в общем, этой франшизой какой-то Да, а потом бабах, вдруг купили сначала 5 терминов, потом 20, потом 100 И зарабатывали какие-то огромные деньги И я их видел там на новых паршаках И как бы, ну видно было, что очень много денег Заработали быстро и очень много А вы сами продавали терминалы, это тоже стало бизнесом? То есть производство и продажа терминалов? Да, это, я больше считаю, что это ошибка была наша Что мы вообще начали продать терминалы И ничем там не заработали И, пожалуй, больше потеряли от этого Это потом уже мы отказались от своего производства И отдали лицензии максимальному количеству фабрик Что потом? Какая следующая стадия, этап? Появление кошелька Я считаю, что Киви эту тему вообще показала и обучила людей во многом Пользоваться кошельком у нас проходило до 50 минут человек в месяц Мы показывали, ну в какой-то момент это назвалось личный кабинет В какой-то момент мы говорили, что вот у тебя там кошелек У тебя там есть остаток денег, ты можешь с ними распорядиться Третий прорыв, наверное, ну если в хронологическом порядке смотреть Для компании это, скорее всего, IPO То есть это публичность Это то, какой процесс компания прошла и внутри, и снаружи На дороге к получению публичности Наверное, для потребителя сложно сказать, что изменилось В тот момент мы до публичности или после Но внутри аудита, контроля и каких-то систем Изменение компании было колоссальным По величине это, наверное, номер три Из того, что я помню, что компания как-то изменила сильно Вот топ-менедеры, которые у тебя есть здесь в Киви И которые много лет уже с тобой работают Которые, можно сказать, являются такими лидерами четвертого, пятого уровня То есть те, кто пропитывают каждый день людей Те, кто обеспечивают вовлеченность, профессионализм Которые выводят людей на состояние аврала На психорежимы, когда нужно что-то поджать Вот эти люди, топы Ты их выращивал, хантил, магнитил силой ума То есть как вообще ты их собирал, этот костяк? И сколько это человек? Ну, топов у нас человек 10 А людей, на которых держится компания Ну, в смысле менеджмента И такой костяк внутренний Ну, человек 50, я думаю, основной Выращивались по-разному Ну, вообще, я предпочитаю очень сильных Привлекать сильных людей В идеальной конструкции Это люди, которые могут больше, чем я Вот, и потом Основная задача СИО В том, чтобы удержать В том, чтобы Люди начали Вместе работать Потому что сильные люди, в общем, имеют Свои представления о том, как работа должна строиться Каждое свое представление Которое сформировано тем Опытом, который привел их к этому успеху Или к каким-то достижениям Где ты взял своих топ-менеджеров? Кого из них ты схантил? Кого вырастил? И о чем этот вопрос вообще? О том, как бизнесмену, который делает там 3-5 миллионов Выйти на то, чтобы делать, например, 20-30 миллионов? А смотри, давай я попробую прокомментировать То есть у компании есть своя То есть если смотреть на компанию как живой организм Это и есть живой организм Это отдельное животное Вот У компании есть свой процесс эволюции, что ли, да? Компания, которая состоит из там 20-30 человек Если говорить об эффективности управления Например, будет управляться Ну, одним каким-то образом Когда у меня было 30 человек Я не знаю, это было Было две комнаты Вот И я мог всегда выйти и сказать, что я хочу От сегодняшнего дня, например, да? И что я хочу с точки зрения того Куда нам завтра бежать Когда компания выросла Там до 100 человек И мне надо было заняться Это уже вот какой-то другой рубеж В котором И люди, которые на тебя работают Должны быть другие, да? И методы другие То есть вот этот момент, когда ты говоришь Вот там делегирование, да? Начинается То есть раньше ты мог описать Ну, ты как бы называл это делегированием На самом деле, ты просто Как роботам людям описывал, что им делать И куда им идти И в другой фазе развития компании Диригирование настоящее, да? То есть ты реально должен доверять людям Там и давать им возможность принимать свои решения Ошибаться Вот топ-менеджмент появляется в момент, когда люди могут Принимать собственные решения И ты способен принимать их решения, да? Какими бы они были Наверное, с топ-менеджментом Вот в этом понимании Я познакомился вот где-то Когда компания выросла, да? С 100 плюс человек Ну, а ты хотел спросить до этого этапа Есть такой этап, когда у тебя там 20-30 человек Ну, коллектив Вот у меня конкретно там, например Если брать бренд люди делают То есть и несколько направлений в нем Да У меня примерно там 25-30 человек И вот то, во что из раза в раз получается Сталкиваться, то есть ввиду своей деятельности Там как бизнес-коуч Получается из-за того, что есть очень большое Как бы уверенность в себе И какой-то компульсивный контроль То есть людей Проблема в том, чтобы Иногда вот действительно доверять им И не говорить им, что делать А смысл то, что люди, которым говорят, что делать Они постепенно привыкают к тому, что им всегда Папа скажет, что делать Папа сказал, мы побежали Вот от тебя зависит Ну, видимо, сейчас ты еще в модели Когда компания эта и есть По сути И дальше у тебя есть определенное количество помощников И определенное количество людей Которые уже профессионально что-то могут А эмоционально еще не оторваны Этот отрыв, он болезненный Часто там много увольнений происходит на этом отрыве Хотя вроде, знаешь, люди говорят, что да, мы хотим Там, да, вот мы хотим быть самостоятельными Да, и нам больше возможностей, свободы Это не так просто То есть они не всегда с этим справляются Как и фаундер, владелец или директор Так и люди А вот от этого зависит вот этот вот следующий этап Может выйти на него вообще или нет Чем дольше ты будешь пытаться все-таки подойти Показать, как сделать лучше или научить Ну, с твоей стороны, вроде, хорошее дело, да, ты делаешь А с точки развития человека плохое Какие следующие вот стадии? То есть мы сказали, ты рассказал 20-30 сотрудников Там потом 100, потом 30 20-30, 100, 300 300 это точка, где важно формирование систем Ну, они имеют всегда плюсы и минусы, да Потому что если ты смотришь, как бы Ну, очень часто сотрудники, которые проходят с тобой вместе Этот путь, они говорят Вот, у нас было как классно Работали как семья, как банда А потом появились системы Это бюрократия Это, блин, такая хрень там Ну, то есть вот это Это ты будешь слышать Да, это будешь слышать Когда, с одной стороны, необходимость в системах Она, безусловно, невозможна дальше пройти Все падает, ничего не пробивается Через эту среду И эффективность очень низкая Ну вот, с другой стороны, когда ты интегрируешь системы И выстраиваешь их Ты будешь слышать разочарование А тогда с топ-менеджерами что вы делаете? То есть какие-то действия, которые вы принимаете Можешь рассказать, чтобы вот эти 10 человек И эти 50 человек, которые здесь есть На которых, можно сказать, такие столпы У меня все топ-менеджеры зависят от прибыли Все топ-менеджеры имеют дулю в компании А какие-то вот другие штуки, то есть помимо денег Вот деньги, окей То есть понял, что они все зависят от прибыли? Интерес, среда Ну, смотри, вот в части помимо денег Тут я не сказал, что я что-то делаю отдельно для топ-менеджеров Отдельно для других сотрудников То есть я стараюсь все-таки Это вот общая среда, общий дух, атмосфера Способность действовать, да, возможность действовать То есть очень широкие возможности с точки зрения и бюджетных ограничений, и выбора Здесь огромное внимание уделяется и обучению И огромное внимание уделяется возможности развития личного То есть мы прям готовы качать людей, давать им возможности У нас офигенно качается спорта Любого Да, адреналин, вот всякий пейнбол, там что-то Вообще что угодно А вот если сказать киви, вот есть манго, там есть apple, orange, все это уже есть На чем киви? Да киви-то вообще был, птичка была Отлично Это киви-то была новозеландская птичка, которая была как бы некоторым таким персонажем Который жил в терминалах и помогал пользователю делать выборы Или обучал его вот тому же самому кошельку, там как пользоваться То есть это такой был образ птички И понятно, что в восприятии людей нифига птичка не прижилась И наверное, что такие, ну фрук такой Можно про две вещи раскрыть? Что такое майнинг? Что такое майнинг? Вот такие вот человек, вот для тех, кто хочет быстро, вот за 30 секунд Понять, что такое майнинг? Ну если имеется в виду майнинг криптовалют Майнинг криптовалют, да Майнинг это некая технология по созданию новых, новых валют Ну новых токенов, новых единиц криптовалют То есть добыча? Да, ну типа, ну поэтому и называется майнинг То есть это добыча вот этих вот биткоинов или эфиров или чего бы то ни было Но их же ограниченное количество, как это работает? Во время добычи, ну их, да, алгоритмам их ограниченное количество И есть определенный вероятностный механизм при каждом копании, скажем так, да Что ты увидишь золото, ну или увидишь вот эту вот монетку И если ты ее увидел, то ты ее можешь забрать себе Ну я очень условно сейчас говорю А копает ферма? Копает устройство, какое-то устройство, которое ты купил и, соответственно, настроил на то, чтобы оно взаимодействовало с той или иной сетью Блокчейн-сетью, в которой рождается эта новая единица А что произошло с твоим разработчиком, который 500 тысяч биткоинов на майнил? Ой, да ничего не произошло То есть он продал тогда же И там, ну я не помню, он заработал 2,5 миллиона долларов, ну реально Вот, а там остальное у него как-то все погибло Но ты скинул всю свою криптовалюту вообще вот у тебя как? Нет, у меня сейчас, я скинул эфир там, сейчас я в телеге сижу сильно, глубоко И, ну как-то я делаю мало достаточно инвестиций к криптовалютам Но при этом это обычно какие-то большие компании Насколько кошельки и все, что связано с финансами в виртуальном мире Подвластно финмониторингу, то есть как вот с этим? Потому что это одна из частей бизнеса То есть тот же самый Паша Дуров, то, что вот развивая Телеграм Столкнулся с большим подавлением со стороны государства Потому что, ну то есть ему объяснили то, что это не дает возможности Там как-то выявлять любые опасности для страны И, ну, это, конечно, разные вещи Но, тем не менее, это коммуникации, финансы Ну смотри, я отвечу так, что вот точно с точки зрения финмониторинга И с точки зрения возможностей отслеживания, там, если ты об этом Средств, передвижения средств Да Возможности у криптокошельков При работе с криптокошельками гораздо больше, чем с наличными Ключевые решения ты принимаешь сам Вот в формате совета директоров Есть какие-то аналитики, маркетологи, там, технический директор, главный программист Там какие-то люди, которые приносят Ну вот в Киеве огромные решения То есть в Киеве огромные компании То есть есть просто решения, которые выше трешхолда, ну, как бы доверенности СИО принимать самостоятельно То есть вот у тебя, как у СИО, есть возможность принимать самостоятельные решения Но не все И если вот эти решения, которые не входят в скоп СИО, а это обычно либо большие решения, либо очень серьезные, либо по стратегии, по бюджету Ну, они принимаются выше, то есть они принимаются на совете директоров, куда я тоже вхожу Ну, как бы, то есть ты все равно выходишь с каким-то предложением обычно, да, но это совершенно не значит Ну, у нас, по крайней мере, в нашем совете совершенно не значит, что оно будет принято То есть у нас очень самостоятельные все члены, независимые, большинство, вообще большинство членов среди директоров независимые И очень серьезные бизнесмены при этом, да То есть, ну, и при этом для меня это офигенский процесс обучения, потому что, ну, как бы, люди рассказывают, а что в других компаниях, крупнейших, да Потому что там один из них возглавлял, ну, самую крупную эквайера, там, в Европе, да Другой возглавлял Google, был сетью PayPal сначала, да, потом возглавлял Google в части кошелька Google кошелька и всех вот технологий, связанных с кошельком, эквайрингом и так далее Бывают конфликты, то есть, ну, в смысле конфликты, имею в виду, что когда у людей осадок остается, то есть, ну, от оппонирования этого остаются какие-то, то есть, ну, даже отношения там ухудшаются Бывает настолько или это скорее профессионально? Да, у нас когда-то это было, честно говоря, да, то есть, в начале, когда мы только учились, вот, были и эмоции, и переход на какие-то вообще личные территории пространства И там обиды, и вот это разруливание Сейчас настолько уже все, ну, вот устаканилось, как бы, да, уже каждый отыгрывает свою роль И даже вот если на борде мы там прям вот достаточно эмоционально, эмоционально что-то решаем Мы тут же за обедом прекрасно там разговариваем Ну, то есть, как ты через какое-то время у тебя получается так, что ты входишь в какую-то роль, что ли То есть, ты не, не, ты играешь Нам предстоит переместиться в Рокет Перед тем, как мы туда выдвинемся, хотел спросить, что это за альбом Здесь специально подготовили А я не знаю, ты мне расскажи Здесь специально подготовили вместе с, чтобы вместе с Сео уехал альбом в Рокет И это от ребят из Киви Они сказали, хочется передать Что у вас происходит? Слушай, мы... Семья большая Да, мы, на самом деле, Рокет это сравнить недавнее приобретение То есть, мы его приобрели год назад, но при этом год не могли, что ли То есть, он был где-то в вакууме между Киви и Открытием и ЦБ Вот, никак не могли принять решение, так что же отдать Киви, забрать в Открытие там Или еще что-то сделать Для компании это ужасно вообще с точки зрения вот как бы целостности, да То, что ребята вообще прошли этот путь, то, что удержались То, что выжили, это уже само по себе просто ей за памятник им поставить Потому что, ну, год, когда компанию Колбасик, когда непонятно, кто управляет А я тоже, ну, вынужден был отойти, понятно, ввиду вот этой ситуации И ввиду, как бы, попытки там, значит, принять новое решение Ну, при том, что я сразу сказал, что, потому что это ЦБ, да Когда у тебя акционер ЦБ, по сути, ну, что-то вы в споре Ты говоришь, ребята, ну, примите решение Хотите, отдайте, хотите, заберите Все равно, мне реально, ну, как бы, не то, что все равно Ну, мне жалко было людей там Мне казалось, что все-таки та атмосфера, которая в Рокете Она умрет сто процентов, если это попадет в какой-то крупный банк И, ну, закроет, скорее всего Вот поэтому в этом смысле я поддерживал передачу в Киви Но при этом я не возражал, ну, против разворота сделки Любой другой конфигурации там И так, чтобы прям условия, на которых мы его приобрели Там были супер сладкие, нет, там Мы вкладывали там огромные деньги И вот, и сейчас еще нам предстоит разобраться с тем, как и куда вместе с Рокетом мы забежим И я так понимаю, что это альбом просто от наших ребят Да? Ребятам из Рокета добро пожаловать Спасибо за мороженое Видимо, Рокет присылал мороженое Ну, такой обмен любезностями, наверное, что я не знаю Вот, с фотками людей Ну, классно, передам, конечно, с удовольствием Ну что, поехали в Рокет? Поехали Вот мы и в Рокете Сергей, вот что хочу спросить Смотри, какое-то время компания в каком-то смысле является обезглавленной То есть те люди, которые создавали компанию Уступили, так сказать, место главному акционеру Я знаю, что последний год, то есть не очень много, можно сказать, внимания выделялось этому проекту Но сейчас все больше и больше Можешь сказать, пожалуйста, как себя чувствует обезглавленный проект и почему здесь до сих пор нормально идут дела? Ну, смотри, действительно, у нас был такой период, когда было непонятно, где Рокет Он вообще перешел, не перешел, там, с открытием мы договорились, разговаривали со временной администрацией То есть это все заняло действительно огромное количество времени Там кто-то устал, кто-то не устал Все равно костяк команды здесь Я очень рад, что все здесь Мы окончательно подписали все документы с открытием Начинаем сжечь заново Ну, вот если смотреть об уникальности, пытаться, да, рассуждать об уникальности Когда я смотрел на Рокет Это всегда такая вот очень честная позиция по отношению к своим клиентам То есть это честные тарифы, это честный диалог с клиентом Это вот компания, которая говорит о том, как есть, да, и такая честная, правдивая история настоящая Про ребят, которые вообще здесь в команде находятся Видно, что здесь очень такой нестандартный подход к HR с точки зрения атмосферы самой То есть там кофе, чай, кальян, там все в мобильном телефоне, там можно заказать сразу, раз и принесли То есть чу-арт на стенах, то есть прекрасные формы, призывы Особенно здесь, где вы решили снимать Нам просто очень близок этот призыв, как люди делают Само вот понимание, какие здесь ребята, ну, то есть такие же и клиенты, вот как это работает? Совершенно уникальная атмосфера, совершенно уникальные люди Тут такие self-made, да, guys, которые, в общем, прошли определенный путь Мы живем, и многие компании живут через огромное количество всяких ограничивающих убеждений, да То есть что-то такое ограничивает, а на самом деле это ограничивает и людей, и рост, и креатив, и творчество В Рокете этого нет, то есть Рокет это среда, это прям среда для идей, среда для новых идей Здесь вот то, что ты говоришь, там, приложение у каждого, там, заказать кальян или заказать что-то еще, там, еда Вот, из этой среды родилось некоторые, конечно, стартапов новых И ребята там из Рокета работают над своими темами и довольно успешно Есть ощущение, что здесь нет гиппопотамов, и что здесь нету вот таких бордовых боссов, которые ходят и строят всех с утра Там кого-то нету, штрафы, депримирование, а здесь больше ценят вот эти самые точные действия Скажи, вот это связано с возрастом или это связано с новой бизнес-моделью? С чем это связано? Слушай, ну, отчасти это связано с возрастом, потому что фаундеры, конечно, молодые все А отчасти это связано просто с такой инновационной средой, иначе инновационную среду не построить То есть ты где-то на страхах строишь управление, да, ну, это не очень совместимо с творчеством, не очень совместимо с инновациями Поэтому, то есть здесь нет статуса, должностей, и это, я считаю, офигенно, потому что ты можешь на равных всегда говорить с народом, и народ нормально реагирует Как люди работают с инвестициями? То есть сейчас очень много молодых компаний, и когда молодая компания, ее продукт очень такой новый, трендовый, то есть что-то очень... Они увидели какую-то волну, и вот у них для того, чтобы развиться в этой волне быстро, им нужно просто перестать заниматься продажей на каких-то мелких сошках и уйти в продукт с головой И тогда компания приходит к тому, чтобы работать с инвестициями и с инвесторами И существует такая тема, как раунды инвестиций, то есть у тебя в этом есть опыт, то есть есть стартапы, которые ты поддерживал Можешь, пожалуйста, рассказать, как работают раунды, и вот именно касаемо привлечения инвестиций, как вообще молодые ребята обычно выходят на инвесторов? Обычно, если смотреть вот так вот в целом, да, то когда у тебя просто есть идея и нифига у тебя больше нет, то ищи ангелов, то есть ищи там friends and family, ищи тех, кто тебя поддержит, кто тебя знает Кто может с тобой разделять там идею, да, и это обычно небольшие деньги, это там 50-100 тысяч долларов в прыжке Вот, то есть нужны сначала, нужны деньги для того, чтобы эта идея превратилась в какой-то продукт минимальный Когда у тебя есть продукт, который ты уже сделал, и уже можешь показать, и уже можно это как-то визуализировать, и уже можно пощупать там Как ты к этому отнестись? Ну, есть специализированные венчурные фонды, которые занимаются такими инвестициями на очень ранних стадиях В седах и до первого раунда Это вот есть такая специализация, есть такие фонды, которые ищут, опять же, инвестиции, ну, малых размеров, что ли, да При этом эти фонды, так как они заинтересованы в конечном итоге в катабилизации, они есть те менторы для фаундеров, да, которые показывают, а как дальше, а что надо делать, а как сделать раунд A, там, да, например Там первый раунд для компании, когда уже приглашаются, там, лид-инвестор, некоторое количество других фондов Вот обычно это делают вот эти как раз специализированные чуваки, которые, ну, знают, как это выстроено, как это построено Есть такое типирование уровня абстрактного интеллекта, то есть, да, есть люди, которые рождены или своего рода заточены по то, что, например, там, делать, там, собирать еду, там, что-то там, собирать чай, собирать кофе, то есть делать что-то руками, там, да, убираться, например То есть, какие-то разные простые работы достаточно делать руками А есть люди, которые могут делать архитектуру огромных государств, то есть, ну, или, там, больших компаний, то есть, и смотреть вообще, вот, как могут работать системы Ты веришь в то, что любой может быть любым? Да, я верю в то, что любой может быть абсолютно любым Да, есть предрасположенности, да, есть, там, типологии Ну, при этом, ты понимаешь, у нас, если смотреть на генетический код, у нас зашит всего, там, 2,5 гигабайт информации Не так много, вот, и все, что происходит... Емкость на большее есть у каждого? Емкость личности? Вот, вот, емкость появляется из-за того, что у нас есть мозг, да, у нас есть, у нас есть порядка 100 миллиардов нейронов, да, которые как-то, там, соединены, там, многие-многие триллионы связей этих, и они могут быть любыми И это программируемо, то есть, это то, что неврожденное, это то, что приобретается в течение жизни, там, с опытом, с какими-то событиями жизненными Которые можно перепрошить? Это можно перепрошить, это непросто, потому что есть, там, осознанные уровни, бессознательные уровни, они разные, потому что то, что тебе зашили в детстве, да, ну, перепрошивать тяжелее, чем... Ты занимался какими-то практиками для перепрошивки? Для того, чтобы с бессознательным уровнем что-то убирать, чтобы засеивать туда чистое что-то? Ну да, конечно. А чем занимался? Я занимался много чем. Если так сказать, у меня был период в жизни лет 10 назад, когда я пробовал вообще все. То есть сложно придумать то, что я не пробовал. Но это было бы скорее любопытство. Я мечтаю о том времени, хотя это людей пугает очень сильно, но я мечтаю о том времени, когда я смогу сесть за комп, выбрать предрасположенность к чему-то, жахнуть кнопку и получить, и попробовать. Такой инсайд, что меняешься ли ты, и каким темпом движется компания? Вот эти вещи, они гораздо больше значат, чем любая компания. Ну развиваешься ли, да. Это важно. Люди хотят быть рядом с теми людьми, которые развиваются. Эволюция. Люди хотят, да, хотят тоже развиваться. Это один из серьезных нематериальных факторов мотивации. Если тебе это удается самому, то есть через себя делать, развиваться, то компания находится в хорошей динамике обычно. Но опять, с точки зрения результатов, будь осторожен. Результаты в большей степени гораздо зависят от стратегии, от выбранных направлений, от правильной оценки рынка, от много чего. Это, это, ну и от людей все равно в первую очередь. То есть вот как бы, но люди недостаточно. То есть у тебя будут офигенские люди, супер специалисты, супер продвинутые, развитые там, и супер такие чуваки, но ты выберешь не ту тему, и будет у тебя все плохо. Касаемо Universal University, хочется задать вопрос. То есть это такой мощный проект, большая платформа, то есть которая строится, на нее уже пришло больше 700 преподавателей. То есть вы очень быстро заселили, там уже тысячи выпускников, новые старты постоянно. Хочу спросить, то есть твою связь с образованием, то есть почему тебе вообще это близко? И там такое новое видение, как и в Рокете, то есть как, ну в принципе, как и вообще во всей вашей структуре, то есть такое новое видение, вот там новое видение именно образования. И вот можешь про это рассказать? Ну новое видение не в образовании, как в целом, потому что образование для меня лично, это там достаточно большая часть моей жизни собственной, да, я постоянно занимаюсь самообразованием и что-то делаю. Вот, а скорее, ну и вот частично, знаешь, мое желание было, понимая, что образование устарело, причем это не касается там российского образования, да, а касается вообще в целом образования в мире. То, которое было раньше, оно не дает тех результатов, которые необходимы сейчас. Теория, акцента нет на применение, по большей части. Ну да, это она, чем дальше, тем больше гэп, между тем, чему учат наших детей, и что нужно реально, вот, да, что нужно мне, как руководителю компании, какие люди мне нужны. И так как я этот гэп очень четко видел, да, ну, видел, что этот гэп есть, я как-то так задумался, что этот гэп, ну, раз я его вижу, да, я что-то понимаю, что мне нужно попробовать, ну, где-то подзакрыть или где-то уменьшить. И вот образование университета университета, одна из целей была, собственно, построить новую модель образования, которая бы успевала за изменяющимся миром. Потому что одна из механик, например, это заключается в том, что мы берем экспертов с рынка, у нас преподаватели все работающие бизнесмены, ну, бизнесмены или кто-то там в разных сферах, областях, ну, работающие, то есть не просто они преподают только, и это у них основа деятельности, а это те, кто создает продукты или создает что-то, и параллельно они готовы это отдавать. Как вообще возникла концепция университета университета? Как постепенно это строилось в то, чем это сейчас является? В чем уникальность, связанная с тем, что все преподаватели практики? Ну, вообще, в 2003 году, когда открывался наш первый проект, который назывался «Британская высшая школа дизайна», который состоял на тот момент из 32 студентов и примерно двух с половиной аудиторий, никто никогда не мог представить, что спустя много лет все это вырастет в большой университет. «Британская школа дизайна» появилась как ответ на нехватку специалистов в индустрии. Простой запрос в индустрии, огромное количество рекламных агентств, огромное количество все больших и больших запросов, поднимается интернет, всем нужны сайты и так далее. Специалистов нет, ну, то есть вообще. И в этом смысле «Британка» абсолютно честно построила индустрию дизайна в России, без ложи скромности, причем в самых разных ее аспектах. Мы просто подписали соглашение с британским университетом, университетом Хартфордшир, и привезли сюда британскую экспертизу, потому что причины были тоже очень простые. Где лучше дизайн? В Британии. И где лучше образование? В Британии. А потом, спустя определенное время, мы просто стали заходить на другие индустрии. Scream School, школа, сейчас она звучит как школа компьютерных технологий, по сути, это школа разработки компьютерных игр, компьютерной графики, анимации. И все эти направления были фактически сделаны с нуля. Ну, и таким образом, спустя определенное время, мы просто зашли на очень много разных территорий. Ну, то есть мы построили фактически и очень честно раскачали тему дизайна, компьютерной графики, анимации, разработки игр. Потом мы пошли в кино. Сейчас мы раскачиваем тему телевидения и все, что связано с новыми медиа. И вот в этом году открыты еще две школы, которые связаны с коммуникациями. Это Московская школа коммуникации, МАКС, и все, что связано с музыкой. Все эти школы, так или иначе, всегда были рядом. Они были построены по единому принципу. Один из которых, конечно, международный опыт, который всегда использовался при запуске образовательных программ. Мы изучали все лучшие программы в конкретной области, чтобы запустить какой-то, неважно, какой-то там курс. Дальше это, конечно, все то, что связано с преподавателями, потому что у нас есть правило, никто не может преподавать в нашей школе, если он не является практиком индустрии. И из этого мы сформулировали участие индустрии на всех уровнях. От преподавателей, которые приходят из ведущих студий, архитектурного бюро и так далее, и преподают, заканчивая брифами из индустрии, стажировками. Поэтому у нас фактически не стоит вопрос трудоустройства студентов, мы их сами не трудоустроим. То есть наша задача сделать так, чтобы они в рамках программы уже получили то самое портфолио, необходимое для них, и трудоустроились. Сам по себе подход заключается в том, что мы очень много инвестируем в ресурсную базу школы, потому что студенту должны быть доступны все те инструменты, которые впоследствии будут им же использоваться уже в реальной жизни. То, что связано с тем, что мы тут развиваем в людях дело вообще и сама идея, то есть тема трудолюбия и мастера, такие трудолюбивые мастера своего дела. Один из уровней мастерства является учить других. И как раз идея привлечь практиков к тому, чтобы они могли передавать свой опыт и как итог расти дальше самим и оставаться актуальными в своей собственной сфере при помощи того, что им приходится преподавать и обучать тех, кто завтра будет в этой индустрии работать. То есть это очень мудро и очень-очень ценно для общества. Круто, чтобы это подхватывали другие. Позвольте спрошу, как вообще вот ваше взаимодействие с Сергеем? Что можете сказать про то, как вы сошлись и как вот сейчас происходит взаимодействие? Может быть, о нем что-то сказать? Ну, я вообще считаю, что таких людей, как Сергей, в стране должно быть больше, их должно быть много, потому что он, конечно, абсолютный уникум. Я очень поддерживаю его отношение к социальному предпринимательству. Мы являемся одним из таких проектов. Это проект, который не просто самоокупаем, он генерирует конкретную выручку, которая сразу же реинвестируется в развитие. Благодаря этому мы и выросли, собственно, из полутора аудитории сейчас уже в Большой университет. И это поступательное развитие абсолютно. Вот day by day, 15 лет, когда ты просто каждый год открываешь от 5 до 10 новых образовательных программ. Вот оно как бы и выросло. Вот все это в совокупности дает возможность стране в целом развивать то, что называется социальный капитал. А социальный капитал – это единственное, во что вообще стоит инвестировать. Все остальное люди сделают сами. Дальше вообще ничего не важно. Самое главное – это человек, его возможности, его знания, его умения. И чем более конкурентоспособный вот наш такой вот как бы социальный именно ресурс, человеческий ресурс, тем в итоге более конкурентоспособная сама страна. И вот на самом деле основная идея всегда университета была в том, чтобы человек, попадая вот в нашу такую вот среду, он мог развиваться в любой момент, когда ему необходимо, когда этого требует его карьерная траектория, учебная там, да, то есть учебная идет за карьерой. И в совокупности мне просто кажется, что вот подобного рода среда и развитие вообще университета, как среды и так далее, вот это в первую очередь привлекло и Сергея в том числе. Потому что, ну, это место силы, и это место, через которое человек может прокачиваться всю жизнь. Лично для меня, вот, он является ментором. Я напрашиваюсь к нему периодически на встречи, сталкиваюсь с какими-то проблемами или с какими-то новыми вызовами, потому что наш университет устроен тотально иначе, не так, как обычные учебные заведения в России. В основном мои проблемы, ну, такие проблемы, вызовы связаны с тем, что у меня большая компания, ну, фактически устроенная по принципу корпорации. И, конечно, я к нему прихожу еще и за советом периодически, потому что сталкиваюсь с какими-то вещами, которые опыта, возможно, у нас еще нет, ну, потому что компания быстро растет, а у Сергея уже есть, он уже это проходил. И интересным образом опыт его компаний, не связанных с образованием, для нас более чем применим. Удача вам большой в том, что вы делаете. Самое главное, конечно, решает не удача, а упорство и креатив, на котором вы здесь занимаетесь. Мы находимся в библиотеке, хотя, ну, это такое ретро-название, потому что на самом деле это настоящий центр информационных ресурсов. Каждая школа ежегодно пополняет в основном зарубежными изданиями и этот фонд. И здесь действительно в итоге за 15 лет собралось совершенно уникальное собрание самых разных образовательных, образовательных, периодические издания и так далее. Кроме этого, студентам доступны ресурсы наших коллег, университетов LMU и университетов Хартфордшира. И это вот то, что касается вообще, ну, такой области знаний. Потому что ресерч и вообще исследование, и умение учиться, и самому добывать информацию, неважно, это онлайн-издание, оффлайн-издание, вообще любая информация, это основа образования текущего. Потому что наша задача не дать знания, а научить учиться. Вот это одна из основных вещей. Потому что самое последнее, что надо делать, это зубрить какой-то материал. От этого уже все давно ушли. Надо просто научиться, научиться исследовать и делать исследование самому. Это очень важно для, не только для дизайнера, а вообще для любого человека, который живет в современном мире. Добавить только остается, что акцент, как и в маркетинге сейчас, в обучении на вовлеченность и на поддержание вовлеченности. То есть каждый учится на своей энергии. Не дать рыбу, а дать удочку. И это здорово, что это основное, что вы делаете. Насколько важно для человека, который хочет стать бизнесменом, супружество вообще, верность, определенность, то есть то, что есть один человек, есть постоянная связь с этим одним человеком. Ну то есть... Для бизнеса? Да. Я видел просто олигархов, у которых 5 жен, 5 детей, от каждой по ребенку. У нас разные люди. Расскажи, как у тебя... Ну смотри, у меня здесь нет предубеждений, то есть я не считаю, что это сильно может прям помочь. Хотя человек, который тебя поддерживает, человек, который тебе помогает, это безусловно огромная часть твоей жизни. А то, как ты чувствуешь себя в жизни, это отражается на работе в том числе. Вот. Но в целом сказать, что я чувствую прям четкую абсолютно связь, там, я не знаю... Прямую, да? Прямую связь... Такого нет? Такого нет. Наверное, косвенная какая-то есть точно. Что ярко выражает предпринимателя? Что такое предпринимательская жилка? Ну, хороших предпринимателей, я говорю, что у них должно быть определенного упорства, что ли, да, в достижении целей своих. Вот. То есть это вот такой вот спорт своего рода, и отчасти он тоже, ну, имеет предрасположенности, что ли, да, то есть некоторые люди предрасположены к риску, там, могут его брать, могут брать ответственность, риск, там, понимать, что они могут, там, ничего не добиться, или, там, я не знаю, упасть, и это будет больно, еще и всем видно, да, и стыдно, может быть. То есть вот те, кто, те, кто может вот это все преодолеть, и все равно сказать, нет, я хочу, и я буду, и я сделаю. Вот это дух предпринимательский, который необходим для того, чтобы этим заниматься. Пару слов о вашем проекте «Вместе тысяча». Это проект-идея, да, то есть идея базируется на том, что бизнес, который мы строим, и вот там тренды, которые мы видим, они говорят о том, что все больше и больше бизнесов становится про клиентов, про людей, да, про что-то хорошее, что происходит в мире в связи с этим бизнесом. Появляется что-то, что говорит мне о том, что компании начинают думать о среде, в которой они находятся, и хотят что-то делать хорошее для этой среды. И идея была в том, что почему бы не сделать компанию, которая базовая модель, которая будет прям сразу об этом. То есть мы байпасим все вот эти вот, знаешь, всю эволюцию, предпринимая, бизнесмена, да, от нуля там до, я не знаю, чего-то, когда приходит это осознание, это осознание все равно приходит, если посмотреть там более-менее, люди, когда имеют уже деньги, и понимают, что их точно некуда потратить, приходят к тому, что начинают делать что-то хорошее, потому что это дает и эмоциональный, как бы, подъем, и, ну, вообще, опять же, самоидентификацию новую, и это приятно, хорошо и интересно, и, ну, и вообще, ощущение того, что ты там, как бы, делаешь полезное в огромном количестве людей, это клевое ощущение. Вот, вопрос был, а можно ли сделать байпас, можно ли прибежать, как бы, эту дорожку быстрее и дать инструментарий вот тем новым предпринимателям, тем новым бизнесменам, которых это волнует, дать новый инструментарий, это сделать сразу, базируясь на новых технологиях. И тогда был придуман проект Алексеем Васильчуком, Тимуром Микмамбетовым, Жульнара Сфари, придумал был проект такой вот на тему такого некоторого бизнеса, да, просто вместе с тысячей это ресторанный бизнес, но это просто было выбрано из при прочих раунд. Ну, как бы, понятный такой бизнес, какой бы взять бизнес, который был бы понятен там людям, вот, и попытка включить новые механики. Первая механика – это краудсфандинг, то есть это акционеры из среды. При этом механики… То есть хозяев много, и они местные? Хозяев огромное количество, они местные, они все хотят одного и того же, они хотят сделать эту среду лучше, то есть вот это фильтр, да, потому что там, в этой конструкции вся прибыль этого бизнеса идет на… в соответствии с голосованием участников, в соответствии с голосованием тех, кто, ну, поучаствовал там, давать 100 тысяч рублей для того, чтобы запустить этот проект, вся эта прибыль уходит на какие-то темы, местные темы, там, по улучшению, не знаю, жизни горожан, там, по поддержке их социальных предпринимателей. Это полностью благотворительный проект вообще? Это полностью благотворительный проект, да, но это при этом модель, то есть при этом мы используем большое количество механик внутри. Наработок разный, да? Наработок мы их, ну, как бы берем отовсюду, да, и самоорганизация там в том числе, вот, и входя в этот проект, он еще не закрыт, он еще, ну, как бы мы придумали его, по-моему, в январе или феврале. Но это тысяча учредителей всего, всей сети, или, то есть всего всей сети? Всего будет тысяча, да. Всего будет тысяча, сейчас около 400, там, ну, движение есть, мы пока еще собираем, мы находимся в фазе фандрайзинга, пока еще. То есть фактически краудфандинговый проект, но с ограниченным количеством учредителей, и получается, они вносят не только деньги, но и ценностную базу, которая у них есть, наработанная из своих каких-то. Ну, ценностная база является фильтром, пожалуй, туда не зайдут люди, которые не хотят вот то, что хочет этот сообществ. Что-то как пожелание молодому поколению профессионалов, предпринимателей, то есть тех ребят, которые смотрят канал Люди Дела? А пожелание Людям Дела? Слушай, ну мы на отличном фоне, вот. Вот и пожелание. Отлично. Спасибо большое себе. Да, спасибо. Самые мудрые люди технологии продаж Каждая индустрия и в каждом виде бизнеса используется рычаг, который называется ажиотаж. Продажи, переговоры, все это связано сейчас с одной ключевой идеей. Как научиться попадать в сердце? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова